Всем привет! Перед вами обзор на новенький Oppo Reno 5 Lite, и сейчас мы разберемся, чем же он может удивить и заинтересовать потенциальных покупателей. И это вдвойне интересно, ведь буквально недавно я тестировал его предшественника, Reno 4 Lite, который оставил весьма положительное впечатление. С другой стороны, изменений буквально кот наплакал, однако среднебюджетная линейка Oppo уже давно приучила меня не судить о модели по техническим характеристикам. Что ж, погнали! Мне нравится, что опыт далеко не всегда гонится за техническими характеристиками и больше работает с развитием ПО и своей прошивки. Вообще, Reno 5 Lite получился очень крепко сбитым смартфоном, правда без киллер-фич, которые могли бы привлечь к себе внимание. Ещё небольшую тень на него бросает тот факт, что отличия от предыдущего поколения минимальны. Даже несмотря на чуть увеличившееся по толщине корпус по сравнению с прошлым поколением, Reno 5 Lite остаётся одним из самых компактных смартфонов среднего ценового сегмента. Да чего уж там, если задать в маркет Яндекс фильтр с указанием ширины корпуса до 74 мм, толщиной до 8 мм, а ценой до 30 тысяч рублей, из актуальных и новых будет только Reno. Вероятный бестселлер и главный конкурент в лице Samsung A52 будет и побольше, и потяжелее, и подороже. Кстати, обзор на A52 выйдет на моём канале уже в ближайшее время, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Возвращаясь же к Reno, отмечу низкий вес устройства, около 175 грамм. С комплектным чехлом смартфон лишь чуть прибавляет в размере и весе, да и сам чехол традиционно высокого качества, как и у всех суббрендов BBK. Вообще, в плане хвата и удобства Reno 5 Lite очень радует. На фоне большинства современных лопат он просто потрясно ложится в руку. Корпус смартфона пластиковый. Спереди, конечно, стекло, которое с завода заботливо прикрыто хорошей по качеству защитной плёнкой. Учитывая наличие и неплохого чехла, можно сказать, что смартфон готов попасть в любые руки, даже не слишком ловкие, прямо из коробки. Здесь же сделаю небольшую ремарку к предыдущему обзору, где я не слишком корректно отозвался о Redmi Note 10 Pro. Там я назвал его корпус пластиковым. База и рама действительно сделаны из этого материала, однако задняя спинка всё же стеклянная, правда без олеофобного покрытия. Обзор же на упомянутый смартфон вы можете найти в подсказке или по ссылке в описании к видео. И снова возвращаемся к Reno 5 Lite. Качество сборки не вызывает никаких вопросов, да и пластик, который у некоторых вызывает ассоциацию с чем-то дешёвым и непремиальным, здесь далеко не ширпотреб. Рамка старательно делает вид, что сделано из металла, по крайней мере сверху, и, надо сказать, весьма удачно. Спинка строгая, в наличии всего две расцветки, у меня же на тесте была чёрная версия, которая на деле является оной лишь снизу. Кверху смартфон становится серебристым. Данное решение довольно интересно играть на солнце. Блок камер теперь общий, а не как в прошлой модели. С точки зрения обывателя это лучше, ведь такое решение собирает меньше пыли между модулями камер. Механические кнопки управления, а именно громкости и питания, расположены привычно для Oppo, на айфоновский лад по разным бокам. И, честно сказать, такое расположение лично мне кажется самым удобным, хотя всё это вкусовщина. Над кнопками громкости расположился и лоток для сим-карты, который позволяет одновременно использовать и две сим-карты, и в довесок расширить объём памяти за счёт установки карт microSD. Сверху ничего интересного, только микрофон. Снизу же разъём для наушников 3,5 мм джек, USB Type-C версии 2.0 с поддержкой OTG и единственный динамик. Здесь только моно, и учитывая, что основные конкуренты уже начинают предлагать стерео, это немного грустно. Спереди же на нас смотрят типичный современный смартфон с вырезом под единственную фронталку. Рамки несимметричны и подбородок, к сожалению, всё ещё имеется. Экран здесь AMOLED размером 6,43 дюйма и разрешением Full HD+, и, к сожалению, частота развертки здесь классические 60 Гц. К дисплею есть определённые претензии, ведь хотелось бы увидеть хоть какое-то развитие, но смартфон топчется на месте. Производитель отворачивается и заявляет, что за счёт обычных 60 Гц, которые в любом случае используются в большинстве игр, экономится большое количество энергии. И в целом прав, но из-за наличия у большинства конкурентов матрицы хотя бы с 90 Гц, смартфон несколько теряется. В остальном же, по яркости в ручном режиме аппарат светит на 700 люкс, а в автоматическом лишь чуть не добирает до 1000. Автояркость работает корректно, однако я заметил, что система всегда чуть занижает яркость, вероятно, для лучшей автономности. На солнце же изображение слепнет, но остаётся читаемым. Не идеально, но и неплохо. Показатели ШИМ в обычном режиме начинают превышать нормы при выставлении яркости ниже половины, и их нужно брать в расчёт, так как пусаться происходит на частоте от 240 Гц. Напомню, от 300 Гц пульсация в принципе не может влиять на человека, и ШИМ замерять фактически бессмысленно. В прошивке смартфона заложена функция борьбы с мерцанием, однако у меня есть вопросы к её работе. Дело в том, что коэффициент пульсации действительно сильно падает, однако, согласно показаниям прибора, частоты данных пульсаций уже не 240 Гц, как раньше, а варьируются от 60 до 180. И для меня, честно говоря, большой вопрос, какой вариант меньше оказывать влияние на глаза. От себя замечу, что пользовался смартфоном без режима DC Dimming и каких-либо проблем не испытал, хотя я чувствительен на этот счёт. Наконец, под экраном прячется и сканер отпечатков пальцев. Работает хорошо, а расположение мне понравилось, правда, видел комментарии других обозревателей, что датчик расположен слишком низко. Как по мне, то это наоборот здорово. Правда, от себя замечу, что предпочёл бы этому решению классический сканер на боку. Ну да ладно. Как я уже и говорил, Oppo умеет удивлять. Вот и здесь, казалось бы, старый Mediatek P95, который и сам-то представлен год назад. Да и является улучшенной версией ещё более старого P90. Следовательно, должен вызывать большие вопросы. Однако, благодаря отличной оптимизации легковесной оболочки, смартфон даст фору большинству смартфонов на тех же Snapdragon 720G или 730-732. Далеко ходить не надо, взгляните на сравнение запуска типичных приложений на Oppo Reno 5 Lite и Redmi Note 10 Pro. Я очень рад, что хоть кто-то из современных вендоров помнит, что оптимизация ПО важна. Вообще, ColorOS у меня занимает чуть ли не лидирующее место среди современных оболочек. Она чуть ли не ближе всех к ванильному андроиду, и я считаю это большим плюсом. Правда, и про фишки компания не забывает, и все современные функции здесь на месте. Как и возможность записи звонков, в том числе и на постоянной основе, автоматически. Да я вам скажу даже больше, местные 60 Гц за счет грамотных анимаций и таймингов зачастую воспринимаются куда комфортнее тех же ломаных и кривых 120 у Redmi Note 10 Pro. Уж я-то знаю о чем говорю, ведь на Reno 5 Lite я пересел ровно после RN 10 Pro, и был полным скептицизма насчет Oppo. Как оказалось, зря. Лаги, правда, случаются в основном при открытии ленты Google Now в лаунчере, и изрека при извлечении шторки уведомлений, когда количество нотификаций велико. В бенчмарках показатели слабые, зато троттлинга практически нет. Вообще, с запуском бенчмарков отдельная история, те же 3DMark и Antutu вообще не смогли запуститься. Но меня это, прямо скажем, волнует слабо. Повторюсь, заострять внимание на попугая особо не стоит, ведь в непосредственной работе смартфон очень отзывчивый, быстрый, и за счет большого объема ОЗУ размером 8 ГБ частенько может опередить любой Xiaomi, где тяжеловесная MIUI даже при наличии хоть 10 ГБ памяти начинает душить приложение направо и налево. Единственный сценарий использования, где чувствуется недостатка Mediatek, это игры. Это не лучший смартфон для таких затей. Но опять же, убивалки времени здесь, конечно же, работают без проблем, а современные тайтлы заставят в большинстве случаев снижать настройки до низких или средних. В общем, мне, как человеку, играющему в игры на смартфонах только для съемки обзоров, вполне подходит. И все-таки мне есть за что пожалеть ColorOS, ведь фирменного магазина темно-смартфон не стоит. А в том же режиме Always On и вовсе нет никакого выбора между циферблатами, отображаемыми на заблокированном экране. Некоторым это будет важно знать, правда в плане тем не хватило и стандартных возможностей кастомизации. С чем, с чем, а вот с автономностью полный порядок. 5-6 часов экрана в день при активном использовании вполне достижимо. У меня же это были 4 часа экрана, плюс на следующий день оставалось не менее 20%. Можно сказать с запасом. В этом смысле, конечно же, Oppo были правы, не дав смартфону 90-герцовую матрицу. В комплекте к смартфону еще и идет неплохая 30-ваттная зарядка, имеющая фирменное название VOOC, уже четвертого поколения. Если же вы боитесь за здоровье аккумулятора, то не стоит, ведь у большинства современных смартфонов есть функция оптимизированной ночной зарядки, и Oppo Reno5 Lite здесь не исключение. Данная функция будет заряжать аккумулятор ночью не спеша, увеличивая тем самым срок его службы. По камерам все просто. Уже знакомый Oppo Reno4 Lite основной модуль на 48 мегапикселей, оттуда же ширик на 8 без автофокуса, макро как небольшое новшество на 2 мегапикселя, которым вы, скорее всего, никогда не воспользуетесь, ну и, наконец, затычка для боке и портретов. На деле же все хорошо, снимки получаются хорошего качества практически в любых условиях, и я умышленно не буду выкладывать в обзоре большого количества фотографий, ведь впереди нас ждет большой фототест, в котором Oppo Reno5 Lite сразится с новеньким Samsung K52, уже обозретым Redmi Note 10 Pro и, наконец, Pixel 4a, который будет некоторым эталоном с точки зрения получаемых фотографий. Ну а примеры снимков сейчас перед вами, оригинал уже будет доступен по ссылке в описании. Вообще стоит обратить внимание на программную часть. В том же видеоразделе есть интересные фильтры, например, те же боке в режиме реального времени, в том числе и по фильтрам цвета. Выглядит неплохо и может пригодиться. В 4К 30 фпс смартфон снимать умеет, но делать я этого бы не стал по одной причине, стабилизации здесь не завезли, даже электронной. С другой стороны, есть фирменный режим под названием сверхстабильный, который пускай и снимает в разрешении Full HD, но позволяет снимать даже на бегу, проверенный на собственном опыте. При ходьбе же результаты вовсе тянет на хорошую оценку. Конечно, тут есть NFC и Bluetooth 5.1 со всеми необходимыми кодеками. Wi-Fi 6 нет, как и 5G, да и не очень-то и хотелось, если честно. В плане связи тоже вопросов нет. Хотя на некоторых из Zoppa я ранее сталкивался с некоторыми проблемами. Из минусов разве что я бы отметил единственный динамик, что в 2021 году звучит и смотрится не так уж и здорово. Подвинем итоги. Смартфон крепко сбитый, качественный и относится к вымирающему виду компактных и безглючных смартфонов. Да, большинство посмеется и скажешь, да уж, компактный, почти 6,5 дюймов. Но таковы современные реалии. Да, он может показаться дорогим, ведь многие за указанный ценник могут предложить и стерео, и повышенную герцовку. А тот же Samsung и вовсе в A52 сделали пыль влагозащиту уровню IP67. Правда, он все-таки и подороже будет. Но в работе смартфон снимает все вопросы. Если бы Oppo давали смартфон всем желающим на условный тест-драйв, я думаю, что большинство аппаратов были бы выкуплены в конце теста. Но такой услуги, к сожалению, пока нет. Как вам идея, Oppo? Готов отдать ее бесплатно? Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.